Сегодня я предлагаю вам вместе со мной посеять томаты, посев сухой, прямо в грунт. Какие лучше, гибриды или сорта? Очень хорошо реагирует корневая система томата. У вас никогда не отвалятся медольные листочки, тогда томаты будут крепкими, здоровыми, и на них будет много урожая. О своих секретах и лайфхаках я поделюсь в этом видео. Добрый день, дорогие дачники, садоводы, огородники, все те, кто интересуется загородной жизнью. С вами нетипичный фермер Анна Акинина, и сегодня я предлагаю вам вместе со мной посеять томаты. Пришло время томатов. Вы можете смело сеять томаты весь март и даже до конца апреля, с условием, что у вас хорошие фитолампы, и вы будете подкармливать свою рассаду. О своих секретах и лайфхаках я поделюсь в этом видео. Свой посев я начну с сортовых томатов, и много споров возникают, какие лучше, гибриды или сорта. Конечно, я как дачник с опытом скажу вам с уверенностью, что гибриды гораздо устойчивы. Если у вас есть фитофтор, кладоспариоз, либо другие грибковые болезни, лучше, конечно, использовать гибриды. Но есть и очень устойчивые сорта, которые прекрасно переносят все непогоды. И сорта, и гибриды очень вкусные, поэтому по вкусовым качествам точно нельзя выбрать что-то одно. Поэтому я сею и того, и другого побольше. И давайте начнем с моих любимых сортов. Желтая нежность. Это томат с огромными кистями. Размер одной кисти достигает 3-4 килограмма. Желтая нежность отлична в консервации. Еще один сортовой томат. Кстати, с любого сортового смело собирайте семена, собирайте свою коллекцию. Не нужно покупать на следующий год. Зеленый томат черри доктор фростат. Это не томаты. Это настоящие виноградинки, конфетки. Очень сладкие и вкусные. Дети ваши оценят. Да что дети, любой взрослый оценит. Еще один зеленый томат. Это зеленые тайны личинки. Вы меня спросите, почему все только зеленое в ассортименте нетипичного фермера? Дело в том, что зеленые томаты не аллергенные. И зеленые томаты самые сладкие. Именно в зеленых больше всего сахаров. Поэтому зеленые тайны личинки много лет подряд является моим фаворитом. Он мясистый, вкусный, крупный, салатный. Единственный его минус, он долго не хранится. Кушать его нужно сразу, прямо с куста. Делайте салаты. И, кстати, из зеленой тайны личинки получается отличный томатный сок зеленого цвета. Томат фиолетовое сердце. Очень похож на томат бычье сердце из нашего детства. Он имеет форму такого сердечка, но имеет такой насыщенный фиолетно-розовый цвет. Я вам тоже рекомендую. Пока я искала грунт, наткнулась еще на двух своих любимчиков. Как я могла их забыть? Это, конечно же, полосатый шоколад. Я думаю, многие дачники оценили этот сорт. И он уже у многих в коллекции последние годы. Он действительно очень вкусный, очень красивый, очень аппетитный. И это фаворит практически у всех. Полосатый шоколад, запомните его. Еще один вкусный томат сладкая фиерия. Он биколор, то есть имеет несколько цветов. У него очень острый носик, такой вот даже эстетически приятный. И цвет желто-оранжево-красный в такую вот полосочку. Тоже рекомендую к выращиванию. Если перцы и баклажаны, я рекомендую не тревожить и сразу сажать в отдельный стаканчик. Перцы с баклажанами не очень любят пересадку. То с томатами совершенно другая история. Чем больше мы тревожим корневую систему, тем больше томат наращивает корневую систему. Поэтому любая пикировка, пересадка для томата идет на пользу. Наши бабушки даже прищипывали серединку корневой системы, чтобы пышнее был корень. Но моя практика показывает, что сильной стимуляции это не дает. Но вот на перевалку очень хорошо реагирует корневая система томата. Я вам покажу несколько способов. Смело сеять вот в такие вот плошки. Смело сеять в маленькие стаканчики, перевысаживайте в большие. Чем больше вы беспокоите корневую систему, тем лучше для томатов. Поэтому я вам покажу сразу несколько способов выращивания. И скажу вам самое главное условия. И тогда томаты будут крепкими, здоровыми. И на них будет много урожая. Достану вот такой вот парничок. Я к ним очень классно приспособилась. Вообще у меня обычно я использую стеллаж. У меня такой стеллаж напольный большой. И он тоже вот с таким пленочным парничком. А вот этот стеллажик прямо на подоконник, что очень удобно. Обычно с подоконника идет сквозняк. И вот в этом парнике самые лучшие условия для проращивания рассады. Смело ставьте на окно. На окне будет достаточно света. Даже если у вас нет фитоламп. В марте уже достаточно естественного солнца. И здесь будет такой хороший парниковый эффект. И как только семена все проклюнутся, уже можно открывать и проветривать. Мы сейчас с вами вместе соберем эту конструкцию. Если семена перцев и баклажан, я предпочитаю заранее замачивать, чтобы они набухли. Так как у перца и баклажана оболочка очень твердая. И производители часто сильно пересушивают перцы, чтобы они дольше хранились. Поэтому всхожесть перцев гораздо дольше. И 14-16 дней для перцев это норма. Многие через неделю пишут, что перцы не всходят. Поверьте, для перцев это нормально. А вот у томатов оболочка тонкая. Поэтому она отлично прорастает. Без дополнительной стимуляции, без замачивания. И я сразу сею сухие семена в грунт. Но если вдруг вы хотите проверить качество семян, вы можете сделать это в чашах Петри. На дно чаш Петри складываем несколько ватных дисков. Смачиваем водой, либо каким-то стимулятором, например, суспензией хлорелой. На поверхность раскладываем семена и ставим в темное, влажное и жаркое место, где температура будет 25-28 градусов. Они там быстро наклюнутся. И когда они наклюнулись, мы пинцетиком переносим. Я же сейчас буду вам показывать, посев сухой прямо в грунт. Не забываем маркировать. В грунт традиционно я добавляю несколько разрыхлителей. Это перлитый вермикулит. Грунт я использую на торфяной основе. Если вы не хотите сильно заморачиваться с грунтом, для томатов можно не заморачиваться. Купите обычный рассадный грунт. Но я бы все равно немножечко добавила вермикулита. И ни в коем случае не используйте землю и сада. Но я думаю, с этим уже все знакомы, с этой информацией, что на садовой земле очень плохая рассада вырастает. И здесь нужны другие свойства земли. Она должна быть структурной, рыхлой, воздухо- и влагопроницаемой. И таким грунтом. Кстати, прошу обратить внимание, в грунт я ничего дополнительно не добавляю, никакого питания. Я просто насыпаю в стаканчики. Смотрите, мы сейчас будем сеять в отдельные стаканчики. И будем сеять вот в такие кассеты. И в емкость, где будут сразу много семян. Томаты мы сеем на глубину примерно 1 см. И я использую обычный карандаш, либо фломастер. Делаю небольшие углубления. Обратите внимание, если вы сеете вот в такую плошку, где у вас будет много разных семян, давайте расстояние где-то сантиметра 3 между каждым растением. Потому что раскрываются семидольные листочки, дальше томаты выпускают настоящие листочки. И листья у томатов довольно-таки большие. Им обязательно нужно пространство. Уважаем личные границы каждого томатика. И поэтому не насыпаем много, вот как делали наши бабушки, вот такими рядками. Конечно, страшного ничего не будет, даже если вы так посеете. Но при правильной посадке, изначальной высадке, вы прибавите к своей рассаде несколько дней. Поэтому я рекомендую сеять немножечко попозже, но сразу это делать разумно. Не у всех есть возможность выращивать высокорослые томаты. Кстати, любые высокорослые томаты смело сеять в открытый грунт. Главное создать им условия. А условия это опора, на которую вы будете подвязывать. Не хотите заморачиваться, выбирайте детерминантные, низкорослые. Я, конечно, вам подскажу своих любимчиков. Томат Jackpot Unicum и Alphonse. Это превосходные томаты, именно для цельноплодной консервации. Томаты в собственном соку, для соления. Туда же относится томат Vicucia. Тоже классный, но он высокорослый. А Unicum Jackpot Alphonse и Combine это низкорослые томаты. Combine будет для приготовления лечо, кетчупов. Он очень мясистый. На картинке-фото, которую делала я лично, в нем много камер. Он такой вкусный, классический красный томат. Все низкорослые, все не требуют дополнительных опор. Достаточно будет каких-то самых простых кольев, чтобы это дело все подвязать, не лежало, чтобы у вас на земле. Но вот уже создавать какие-то специальные условия для этих томатов не требуется. Вот так вот выглядят семена. Мы их раскладываем. Сантиметр это максимальная глубина, а так вообще оптимальный полсантиметра будет достаточно, чтобы семечка не задохнулась. Очень часто сильно заглубляют, очень часто сильно заливают. Поэтому семена не всходят. Это самая частая ошибка любого дачника. После того, как семена вы разложили, слегка присыпаем и слегка придавливаем. Не надо сильно это делать. Вот видите, я буквально так вот двумя пальчиками. И дальше наша с вами задача хорошо увлажнить грунт. Если мы будем проливать водой, вот именно струей, возможно семена уйдут глубже, размоются. Поэтому я рекомендую, когда вы проращиваете, просто взять опрыскиватель и хорошенечко опрыскать грунт. Та же самая история с кассетой. Делаем углубление. Засыпаем наши семена. И ждем всхода. А каким же образом можно вырастить томаты сразу в отдельном стаканчике? Сразу скажу, это можно сделать, несмотря на то, что я рекомендую делать перебалку, либо пикировку. Как сделать так, чтобы корневая семена на томате хорошо наросла? Мы насыпаем земли где-то половину стаканчика, даже можно одну треть. И дальше по мере роста нашего сеянца мы досыпаем грунт. Сначала мы это делаем до семидольных листочков, а в дальнейшем, когда томат распустят первый, второй, третий, четвертый настоящий лист и станет крепким, можно семидольные листочки удалить и досыпать грунта до верха горшка. Это будут дополнительные корни, которые оплетут ком земли. И просто из этого стаканчика вы не пересадите на постоянное место. Таким способом я рекомендую сеять именно детерминатные томаты низкорослые, потому что на выращивание детерминатных растений требуется чуть меньше времени. И, как правило, мы их сеем немножечко попозже. И если индетерминатные вытягиваются, мы с вами выбираем высокие горшки, чтобы они стояли ровненько, подвязываем. Детерминатные достаточно в таких 200-300 мл вырастить. И пусть лучше рассаде будет 35-40 дней, то есть она совсем будет молодая, вы пересадите на постоянное место, она там успеет укрепиться и дать хороший вам результат и хороший урожай. И дальше в дело вступает наш парничок. Мы сюда отправляем всю нашу рассаду. И смотрите, если у вас парник стоит где-то в темном месте, обязательно фитолампу на каждую полочку. Если вы ставите на окно, вот такой парник у меня, именно для выращивания на подоконнике, можно просто поставить на окно. В марте уже достаточно солнца, уж тем более в апреле. Обязательно закрываем. И в этом парничке будет парниковый эффект. Но если очень яркое солнце, вы тоже регулируете температуру. Можно поставить сюда термометр, чтобы температура не повышалась больше 30 градусов. Как это регулировать? Вот этой штукой открываем. Можно для вашего успокоения оставить, допустим, один замок закрытый, а другой вот так открыть, закрепить какой-то прищепочкой. То есть даже так будет парниковый эффект. В парниковом эффекте схожесть у семян, у любых семян гораздо лучше. Но потом, когда семена взойдут, важно вынуть их из парника, дабы во влажной среде, в жаре рассада начинает тянуться. Поэтому у меня таких парничков несколько. То есть у меня парник для проращивания семян и обычный стеллаж, где дальше развиваются растения. Вот на стеллаже у меня обычно уже стоят лампы. И еще хочу вам посоветовать несколько сортов гибридов томатов. Они тоже считаются моими любимыми. И я летом снимаю на них много обзоров. Томат зимней вишни это черри томат. Черри, как вы знаете, всегда слаще, чем крупные томаты. И вот из черри я выбираю зимние вишни. Он красный, круглой формы, с красивыми кистями. Он у меня прошел тесты в открытом грунте и в закрытой теплице. Оранжевого цвета рыжий фермер или лямур. Вообще очень сладкие томаты. Ну и классика желтых черри. Это черри краски. Вкусные, сочные, кисти сложные. Много их на кусту. И дорогие друзья, как вы помните, в грунт я ничего не положила, для того, чтобы мы с вами дальше кормили томаты. Многие мне говорят, вот отвалились семидольные листочки, значит пора рассаду пересаживать. У вас никогда не отвалятся семидольные листочки. Они у вас будут вплоть до урожая, если вашему растению будет достаточно питания. Чаще всего в маленьком объеме горшка томатам не хватает питания, особенно когда томаты зацветают. Поэтому томаты нужно кормить чаще, чем другие культуры. Для этого я использую питательные растворы и в каждом поливе я буду вносить питание микродозами. Если у вас нет питательного раствора, можете использовать любое минеральное удобрение. Если выращиваете на органике, пожалуйста, выращивайте на органическом удобрении. Это кто как любит, у кого какое предпочтение. Я в минеральных удобрениях не вижу ничего страшного. Растение берет столько, сколько ему нужно. А органику я предпочитаю вносить уже непосредственно в открытый грунт.